Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И ангелы совершили за него молитву Субтитры создавал DimaTorzok Как же я не буду возносить молитву за него Тогда, когда Аллах и ангелы благословляют его Он родился в год слона Ни разу в жизни он не поклонялся идолам И не пил спиртные напитки Аллах отдалил его от всего развратного и запретного Он поклонялся Аллаху в пещере Хира До тех пор, когда Аллах сниспослал ему свое откровение И он стал проповедовать религию Всевышнего Аллаха О, люди! Я послан к вам явным увещевателем Он подвергался мучениям, изгнаниям, упрекам Но, несмотря на это, он не сдавался и не уставал К нему однажды обратился ангел «Мухаммад, приказывай, что пожелаешь Если хочешь, я обрушу на них две горы Две горы, которые окружают Мекку По одному лишь приказу были бы уничтожены все курайшиты, кто находился там Но он говорит «Нет» «Нет, я надеюсь лишь о том, чтобы Аллах произвел от них тех, кто будет поклоняться единому Аллаху» Они избивали его, разбивали его лицо, кидали в него камни Бросали на его спину внутренности верблюда, когда он находился в молитве А он поднимает свои руки к небесам и говорит «О Аллах, наставь мой народ» Поистине они не ведают Рассказывает его жена Аиша Да будет доволен ею Аллах Однажды он совершал ночную молитву А его молитва была очень долгой Как сказал Всевышний Аллах «Выстаивай ночь, кроме малого» Как он поклонялся своему Господу Он совершал молитвы, что трескались стопы его ног Да, это была его ночная молитва И так рассказывает Аиша Да будет доволен ей Аллах Однажды он встал ночью и начал молиться И начал плакать так, что промокла его борода И плакал так, что промокла его рубаха И плакал так, что земля стала сырой от его слез Слезы падали на землю от сильного плача Кто это? Это тот, чьи грехи простил Всевышний Аллах Как прошлое, так и будущее Сказала Аиша Он совершил земной поклон И произнес О Господи, моя община О Господи, моя община И обратился Аллах к Джабриилю О Джабриил, иди к Мухаммаду и извести его о том Что мы ублаготворим его в его общине Как он любил свою общину Как он стремился к успеху для своей уммы Все, в чем есть благо, он указал своей умме на это И все, в чем есть вред, он предостерег их от этого Бывало, он подходил к малым детям Посмотрите, его возраст 60 лет Вождь целой общины Наилучший всех Подходил к малым детям и приветствовал их Носил Хасана и Хусейна Бывало, они садились на его спину, когда он был в молитве А он по причине их удлинял земной поклон Не желая тревожить их Благородный пророк Мир ему был послан милостью не только для верующих Но и для всего человечества Рассказывает один из востоковедов Который прочитал жизнеописание пророка Мир ему Он не уверовал, лишь ознакомился с историей жизни нашего пророка Мухаммада Да благословит Аллах, его да приветствует Он сказал Если бы Мухаммад жил бы среди нас То он решил бы все проблемы, которые существуют в мире Экономического, политического, социального характера И решил бы их, всего лишь сидя за чашечкой кофе Да, это наш любимый посланник Аллаха Салли Аллаху алейхи вассалям Пришел один мужчина из числа сподвижников и плачет Его спрашивает наш пророк Что заставило тебя плакать? Тот ответил ему Я находился у себя дома и размышлял о смерти Но плакал ли он и со страха перед смертью? Ответ нет Сподвижник ответил Так вот, я размышлял о смерти и задумался о том, что она может разлучить меня с тобой И поэтому я расплакался Да, это указание на искреннюю любовь сподвижников Это их любовь к нему А не пустые и ложные слова на основе вымышленных чувств Нет Он сказал Я представил смерть и подумал о разлуке с тобой Ведь, как сказано в хадисе Куци Люби кого хочешь, но ты все равно с ним расстанешься И сказал этот сподвижник И по этой причине и расплакался И в этот момент пришла радостная новость От пророка Мухаммада Саляллаху алейхи вассалям Он сказал ему Возрадуйся, ибо человек будет с тем, кого он любил Возрадуйся, ибо человек будет с тем, кого он любит Наш посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям был усердным рабом Аллаха Однажды к нему подошел Беляль Да будь довольным Аллах Его мой дзин И спросил О посланник Аллаха, для чего все это? Ведь Аллах простил твои прошлые и будущие грехи Дело в том, что Беляль видел поклонение пророка Его долгие ночные стояния От которых трескались стопы ног посланника Аллаха Да, ночные стояния вплоть до рассвета Он ответил ему А разве я не буду благодарным рабом Аллаха? Мой Господь простил мне Но разве я не буду благодарить его за это? Да, проявление благодарности в ночных стояниях Наш посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям голодал ради успеха этой общины Бывало, он привязывал к своему животу камень Или два камня, испытывая сильный голод Когда Всевышний Аллах субхану ва тааля Приказал этой умме совершать 50-кратную молитву ежедневно Наш посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям Проявляя милосердие к своей умме, не переставал обращаться к своему Господу По несколько раз, пока 50 молитв не снизилось до 5 молитв И стало 5 молитв в делах, но 50 на весах у Всевышнего Аллаха Заодно дело воздается в десятикратном размере И все это по заслуге и заступничеству нашего любимого посланника Аллаха Когда временно прервалось нисходить откровение, загрустил наш пророк Мухаммад И в этот момент к нему пришла неверующая скверная женщина И смеется над пророком в то время, когда он был сильно опечален Что Джабриил не посещал его Она сказала ему Я вижу, что твой шайтан оставил тебя Имея в виду Джабрииля Тогда Всевышний Аллах не спасал своему пророку свыше семи небес Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Сибири Иисус Сибири Иисус Сибири Иисус Сибири Господь Всевышний не оставил его Он был доволен им, да будет мой отец и мать выкупом за него Один многобожник издевался над ним В то время, когда умер один из его сыновей Он сказал Прервалось потомство Мухаммада Прервалось потомство Мухаммада Но Аллах, защищая его, говорит Мы даровали тебе каусар Посему совершай молитву ради своего Господа И закалывай жертвенное животное Воистину твой ненавистник сам окажется бездетным Когда умер посланник Аллаха Лучезарная Медина померкла И даже Умар-нуль-Хаттаб сказал Тот, кто известит меня, что Мухаммад умер То я поражу его своим мечом Но встал Абу-Бакр, успокаивая людей И прочитал аяты из Кур'ана о том Что Мухаммад не кто иной, как посланник Аллаха И до него уже приходили посланники Заплакали все сподвижники И сильно опечалились Сказала Фатима, дочь Мухаммада После погребения ее отца Как выдержали ваши сердца Когда высыпали землю на лицо посланника Аллаха Помрачнела Медина После смерти самого любимого творения Аллаха Это первая и самая великая личность О которой был наш рассказ На следующей встрече мы поговорим с вами также О великой личности этой общины Это спутник пророка Спутник его во время переселения Его дочь, жена пророка Кто этот человек? Кто этот человек, по причине которого Аллах не спослал аяты в священном Кур'ане? Кто этот человек, которого посланник Перед своей смертью оставил имамом для людей? Что это за личность? Этот выдающийся сподвижник? Об этом мы узнаем на следующей нашей встрече Мир вам, милость Аллаха и его благословения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok